МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гомеле прошел выездный семинар Гарвы Конкама, присвященный к этой теме. Лепшие идеи от молодых. В Гомеле прошел городский этап конкурса «100 идей для Беларуси». А сейчас об этом иншим больше подробно. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с офицерным визитом в Казахстан. Беларуский борт номер один приземлется в аэропорте Нур-Султан Назарбаев. Для трапа самолета беларуского лидера сустрел особистый керавник республики Касым Жомар-Такаев. Завтра президенты проведут офицерные переговоры. Литматы у гандлево-экономичное взаимодействие. Это поширение линейки промысловых проектов, сельская господарка, логистика и нафтохимичная галина. А сегодня в Нур-Султане отбылась урошистая церемония открытия целого комплекса будинка у посольства Беларуси в Казахстане. Он складается с администрационной побудовы, жилого дома на 10 квадр и резиденции посла. Дарыши посольства нашей краины зараз размешано у дипломатичном квартале Нур-Султана. Сярод-суседев, США, Республика Корея и Россия. Худко заявится про столництво Китая, Узбекистана, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. У нас огромный нереализованный потенциал есть в сотрудничестве. Прежде всего, это промышленная кооперация, которую нам необходимо развивать. У нас есть 9 предприятий, которые тесно сотрудничают в сфере машиностроения. Мы готовы увеличивать поставки металлов, готовы увеличить поставки продукции сельскохозяйственного назначения. И создание совместных предприятий, как в Республике Казахстан, так и на территории Республики Беларусь, оно все это в комплексе повлияет на увеличение взаимного товарооборота. Торговля как таковая, развитие ее необходимо, но все-таки мы ставим с собой приоритеты с моим коллегой Александром Геннадьевичем. Это развитие промышленной кооперации. Создан совет министров промышленности евразийского пространства, где мы обсуждаем, что необходимо сделать для того, чтобы создать равные условия. Уже на территории пяти стран-членов евразийского пространства. Какие стимулирующие методы можно это сделать. На этом программа Беларуси и Казахстана не заканчивается. У Нур-Султани завершился суместный бизнес-форум. У делу им приняли две сотни предприемств. Баки подписали контракты на 75 миллионов долларов. Прошим спектр погоднений от машинобудования до фармацевтики. У нас очень интересное направление, которое должен сегодня активно включить в свою повестку дня бизнеса. Это один пояс, один путь. Казахстан играет свою важнейшую роль. Вы знаете, у нас великий камень. И в целом это направление. Мы уже нашли это сопряжение, коннекцию между двумя нашими странами, участвуя в этом. Но здесь есть очень серьезные возможности для бизнеса. Участвовать в этом проекте, дополнять своими услугами – это еще одна тема, которая должна прибавить нам очень серьезно. Чекается, что завтра Александр Лукашенко и Касым Жомар-Такаю обмеркуют удел казахстанского боку в деятельности Гомсельмаша. В рамках кооперации представники официнного Нур-Султана могут купить акции промыслового гиганта. Азнашим, что обо два президента идею поднимали. Сегодня у Гомеля подвели выники работы региона за 9 месяцев бягучего года. Минулые три квартала отзнашены добрыми показчиками по экспорте товару и по слуху, организациями и предприемствами в области. Есть позиции, по которых мается значное первоконание. Так, промысломежные инвестиции перевысили 64 миллионы долларов США при прогнозе 45. Плюс 12,5% до плана по линии экспорту товару и плюс 8% экспорту по слух. Свой уклад у выники работы Гомельской области за 9 месяцев 2019 года унесла свободная экономичная зона Гомеля-Ратон. Там сконцентровано больше за 15% объема усевый творчество региона. Нам доводится два основных показателя. Это экспорт и инвестиции на чистой основе. Экспорт при доведенном 105 у нас 124,4%. И инвестиции, ну я имею в виду за 9 месяцев, было доведено 25,25,8%. То есть показатель мы этот выполнили. Я думаю, что по году область мы ни в коем случае не подведем. Все лета СЭС Гомеля-Ратон была ознашена английским журналом инвестиции. Выдание анализует деятельность малых и средних предприемств свободных экономичных зон во всем свете. Серо тысячи претендентов и номинантов Гомельскую СЭС вылучили и означили специальным призом. Старшиня Гомельского облаконка Магинац Соловей дарушил активизовать работу по наведению парадки в лесах. При чем тычется это как сбору сметки, так и вывозу на опрацовшие предприемства дерев, спилаванных подчас боротьбы с караедом. Для того, чтобы обознаемиться с реальным станом справ, наша домашняя группа выехала у рейты в Гомельский район. С этого начинается практически каждый прасованный день работников лесничества. Уборка сметки, которую люди покидают в лесах. Пришим, чтобы избавиться от отходов, некоторые на легковых автомобилях могут проехать несколько километров по дороге, где не всякий грузовик пройдет. Правда, в последний час Гомельшане больше часто покидают непотребное на узкрайку леса. Съезды дорог, конечно, отвлекают нас от работы. Тут постоянно мусор выбрасывается и приходится отвлекаться на уборку. Вместо того, чтобы садить лес, уходы делать за культурами какие-то, приходится чуть ли не ежедневно выезжать и убирать съезды от выброшенного мусора. Чому люди не могут довести сметки до города и выкинуть его в отповедный контейнер? На это вопрос лесники докладно отказать не могут. Хотя и за все, кажут, проблемы с выхованием. При этом часто иснует махчимость высветлить особу порушальника. У экологов на этот конт распространенная целая система. Некто с недобросумленных грамадян уже навод штрафы отримал. Причим немаленькие. Это 50 базовых величин на человека. И пусть не думает гражданин, что когда он разместил пакет и уехал, остался незамеченным, невыявленным, его не сняла фотоловушка или в его отходах, масса находится чеков, квитанций и так далее, позволяющих потом, впоследствии, установить личность того, кто это сделал, и, соответственно, принимать меры, независимо от того, пойман он на месте с поличным или нет. Еще одно питание, каким сегодня активно занимаются в лесгасах – вывоз нарыхтованных древ. Причим, размова не только о браслинах, которые были уничтожены караедом. В Жнивне на территории Гомельского лесгаса прошел мощный ураган, который уничтожил насаджение на территории у 360 гектаров. Прикладно, столько же потерпело от караеда. Теперь всю эту древнику, которая дарится пригодная для промышленной перепросовки, необходимо вывести надповедные предприемства. Кончатковый термин выполнения этой задачи – первая снежная. Но в Гомельском лесгасе мают намер завершить работы ранее. Она ничем не отличается от древесины, которая здоровая. Самое главное – вовремя убрать. То есть не дали этой древесине посинеть, и она не потеряла качество. Она отличная древесина, которая нормально пользуется переработкой. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Йоген Макеенко, Телерадо, компания «Гомель». Сегодня в Гомеле прошел выездный семинар Гарвы Конкама, просвещенный городскому дню оховой прации. Удельники мероприемства наведали гомельские тепловые сетки. Наши корреспонденты долучились до их. Уязные семинары удельничали больше за 50 человек. Это представители тех предприемств, которые наведывала мобильная группа, альбо тех, где были выявлены порушения. Например, в праце филиала «Гомельские тепловые сетки» показали, как требует организовать бытовые умовы для работающих. Это одно из лучших. И, к счастью, в городе имеются много таких предприятий, которые просто все подготовлено, сделано и убрано. И вот в таком ставилась задача показать, каком должна быть не только территория предприятия, но и вопросы, которые связаны с охраной труда. Подчас мероприемства показали столовую и раздевалку в заходной котельной. Тут все отрамонтовали два года тому. Парадок на предприемстве навели заход. Теперь працеу на Мяких Тутамаль 100 человек состоится только сочить за частиней. Сегодня вы увидели условия, которые мы создаем во всех наших подразделениях. Это и санитарно-бытовые условия, и комната приема пищи. У нас действует система управления охраной труда, в соответствии с которой выстроен целый спектр или организован целый порядок выполнения необходимых работ, таких как проведение инструктажей различного вида, прохождение медицинского осмотра, как присменного, так и периодического. Протягнулся семинар размовой с медиками, а так само представниками выконавчих органов и прокуратуры. Подчас мероприемства удельникам семинары рассказали, как побегнуть травматизму подчас працы и оборонить здоровье працующих. Вероника Гомзюкова, Игорь Марышенко, телерадио-компания «Гомель». А в филиале «Гомельские электричные сетки» разбирались, как сделать электричные сетки больше устойливыми до узденья стихии. Тут сегодня отбылась республиканская нарада. Проблему обмерковали энергетики из всей краины, а так само с России. «Гомель» выбранной плясовкой для проведения нарады не выпадково. Все лето 1 липеня за моцных ветров на территории нашей области без электричности застались больше за полтысячи населенных пунктов, у Тымлику и райцентры. Таких значных страт энергосистема региона ненесла на протягу опошних 10 годов. Сопроцовники «Гомель Энерго» разом с коллегами из Минской и Могилевской областей у самые стислые термины узнавили энергозабеспечение. Модернизация, выкористание новых материалов и постоянные тренировки. Белорусские энергетики робят шмат, как минимизовать страты от непогоды, а так само зарабить электричные сетки больше устойливыми до стихии. Гомельская область, тут улику лепших. Гомельская энергосистема, она одна из лучших энергосистем, которая проводит определенную работу. Также мы будем рассматривать сейчас изолированный провод 35 кВ, они первые у нас в Белоруссии применили по мозжерским электрическим сетям. Повышенные опоры над лесом, тоже пилотный проект был реализован именно в Гомельской энергосистеме. То есть я хочу сказать, что здесь большую работу Гомельской энергетики проводят в этом направлении, для того, чтобы исключить отключение потребителей. Сегодня в Гомеле прошло посяжение президиума областного совета ветеранов. На парадку дня обмеркование деятельности Рыжицкого райсовета по осаденничанию органам улады у проведения належных парадок похований загинувших оборонцов Айчины. Все, соответственно, традиции, которая замоцовала именно такую форму обмена опытом сирот-активистов ветеранского руха нашего региона. Во время каждого президиума на разгляд выносятся выники деятельности того и других районного совета. Нередко для наглядного приклада президиума является выездным. Не обыходятся посяжения президиума и без урочистых моментов. Бодай на каждом мельчаване отримывают юбиляры так само тех, кто удостоился у Знагарод. Так, полковнику отставцы Алексею Пиманову уручили нагрудный знак за заслуги от Совета ветеранов Комитета Держбеспеки Республики Беларусь. Агалунного урожа Шпиталя инвалидов Великой Отшины войны Олега Иванцова узнагародили памятным медалем 75 год вызволению Беларуси. 25-го кастрышника в пятницу глядите на телеканале «Беларусь-3» шарговые передвыборные выступления кандидаты у депутаты Палаты проставников Национального схода Республики Беларусь Сема Гаскликанья. С 19.01 до 19.15 у эфира выступлений кандидатов по Житковицкой окрузе номер 39. С 19.15 до 19.50 до выборщиков звернутся кандидаты по Жлобинской окрузе номер 40. Нагадаем выступлений выйдут у эфир на телеканале «Беларусь-3». Зародить гаджет, срабить пост в социальных сетках и отпадшить. Усё это зараз можно срабить у скверы каля Института механики металлополимерных систем имя Белого у Гомеле. Як реконструкция изменила ничем до гетуль неприкметную зелёную зону – у наступном репортаже. Проект реконструкции для конкурса по добропорадкованию Центрального района распрацевала группа студентов факультета промыслового и громадянского будовництва Белдута. В ИНУ до речи знаходится каля сквера, а тому хлопцы и девчаты створали у тульную зону, тымлику и для себя. У проекте будущие архитекторы увособили свои уластные идеи, а так само сусветные напрацовки. В первую очередь это была идея световых инсталляций. То есть сделать этот сквер в первую очередь для студентов, чтобы они здесь отдыхали и свободно проводили свой досуг. Мы смотрели очень много картинок, вдохновлялись этими идеями, ну что-то исчерпали, что-то самоё додумывали, ну и в таком ключе работали. Идеи гомельских студентов перемогли в конкурсе и были увособлены. Простора сквера не только утульная, а и функциональная. Оригинальная подсветка с разными режимами, бесплатный Wi-Fi, а так само лавы, оснащенные солнечными батареями. Тут можно зародить телефон типа планшет и послухать музыку. Как скоростаться этой опцией, достатково долучиться до лавы при допомозе Bluetooth. Мы на сегодняшний день действительно реализовали то, что мы можем гордиться не только в нашем районе, но и в нашем городе. Я думаю, что такого креативного сквера у нас в Республике Беларусь еще нет. Самая скровая фишка – Орели с подсветкой. Этот элемент просторы сквера будет корыстаться попытом у гомельчан всех взрослых и может стать одной из самых запотребованных локаций для фотографования. Это превосходно, что такое место в центре города сделали таким красивым. Детям очень нравятся эти качели. Сто процентов лавочки облюбуют студенты с Wi-Fi и зарядкой. Сквер для Института механики металлополимерных систем имя Белого для Гомеля – место, саправдой, уникальное. В особи тиде у житё было не просто, а восьте лёгко будет их сбирахши, залежить уже от гомельчан. Аппарат для кропковой зварки, телеграм-бот для школьников и индикатор переваги багажу в шамадане. В Гомеле прошел городский этап конкурса «100 идей для Беларуси». Юнаки и девчата представили на суд экспертов о маль 30 авторских распроцовок. С ними ознайомилась Ганна Корольчук. Они прошли отборочные этапы и мать укоранить свою идею, как минимум, на Гомельщине. Каждый из конкурсантов подрихтовал бизнес-план и презентацию по реализации проектов. Всё это их подзялили на две группы – техничные и социально-экономичные распроцовки. В учени машинобудовничага коледжа, например, распроцовали две компьютерные гульни. Одноючи у войску, знайомец с житцем солдат с допомогой мини-гульняв. Услужия народа можно отчуть себе у роли президента и выращать задачу у адповедности с законами Беларуси. Больше за всех идей, одразу четыре, проставил профессийный техничный коледж электротехники. Сердых – универсальный газоанализатор и аппарат для кропковой зварки. Хлопцы с Гомельского вагонного депо придумали, як спростить и в три разы поскорить проверку коловых пар при ремонте. Суть получается в том, что мы полностью исключаем ручной труд и заменяем его на автоматизированный контроль. То есть, к дископинству, получается, улучшаются условия труда. И, соответственно, будет улучшаться такой показатель, как экспорт услуг. То есть, ну, в разы в 200-300 раз, в зависимости от объема производимого ремонта. Больше за все уваги притягнула Шиншилла – напарник в учнице 19-й школы Ивана Чашуна, який презентовал свою школу магии и черевництва. Один из самых вядомых проектов – это хутор Меобиуса Алексея Зайцева, який допомагает фермеру отдаленно контролировать рост уроджаев с допомогой гаджетов. Система сама сбирая метеодадзины, кирует поливом и сбором дождевой воды, выкористовывая альтернативные крыльницы энергии. Хлопец презентует идею «Другий год запар». Все лета он допрацавал проект и пришел за перемогой. Дараче за мяжой хутор Меобиуса уже оценили. Наш проект поучаствовал в премии «Интернет плюс». Это китайская премия, которая уже проводится пятый год. Мы вошли в число серебряных финалистов. И у нас было замечательное роуд-шоу в Китае, где наш проект был оценен по достоинству, потому что данный проект был представлен, грубо говоря, единственным в данной сфере, в данном направлении. Мы придерживаемся позиции синергии живой природы и мира техники. Алексей так само аутер информационного портала «Пляцов Кабай» и куратор проекта «Разумная школа», який подрыхтовали Максим Зайцев и Борис Буйнич. Огледевши выставу, и саправды можно подчеркнуть для себя, коли не сто новых идей, то як минимум пару десятков. В городе подано более 40 заявок, на город одобрано 27 проектов студии для Беларуси. В каждом районе прошли свои отборочные этапы, ну и лучшие, конечно, сегодня представлены на городе. У нас сегодня 8 экспертов. Хочется сказать, что один из экспертов у нас победитель студии для Беларуси прошлого года. В прошлом году на республике от города было представлено 8 проектов, и два из них победили. Это Артем Базаров со своим проектом восстановления работоспособности приемных капсул, и Павел Трифалов со своим электронным фликером для велосипедистов. По выниках выступлений у конкурсантов, жюри вызначила самые перспективные идеи. Их представят на областном этапе конкурса у Снежни. Ганна Коральчук, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Эти и другие новинки вы можете узнать на нашем сайте и интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершенный. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Побывал на двух застольях и ушел оттуда не с пустыми руками. В Чечерском районе бывший угонщик со стажем взялся за былое. Познакомившись с одной веселой компанией, он украл у людей деньги и вещи. А когда присоединился к другой, угнал у местного жителя автомобиль. Рецидивист не смог устоять перед соблазном покататься на «Опеле». В доме у хозяина застолья он увидел ключи и документы. В самый разгар веселья тихонько их прихватил и сел в автомобиль. Соблазн покататься был велик, но как только фигурант сел в машину, вышел владелец авто, прогнал его и вернулся в дом. Тогда мужчина не придал значения, что ключи с документами остались у гостя, который оказался настойчивым. Он вернулся ближе к ночи, когда все уснули. Тщетно пытался завести машину, так как аккумулятор сел. Через дорогу стоял форт, с которого угонщик снял аккумулятор. Накатавшись, он вернул автомобиль на место и ушел домой. В настоящее время мужчина задержан. В отношении него возбуждены уголовные дела за кражу аккумулятора и угон. По факту хищения денег и имущества проводится проверка. Ранее мужчина угонял различные транспортные средства, в том числе и грузовики, 11 раз. Погубило пристрастие к травке. В Кармянском районе задержали 18-летнего молодого человека, который заготавливал и высушивал коноплю. Парень собирал дикоросы и размещал их у себя на чердаке, пока в один прекрасный момент этот гербарий не нашли сотрудники милиции. Интерес к личности молодого человека возник не случайно. За его плечами судимость за хулиганство, кражу и незаконный оборот наркотических средств, а также ряд административных правонарушений. О входе оперативно-розыскных мероприятий информация подтвердилась. На чердаке двухэтажного шестиквартирного жилого дома, где проживает наркопотребитель, было обнаружено 1185 грамм вещества зеленого цвета, разложенного на картон и пленку. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является опасным наркотическим средством, неиспользуемым в медицинских целях – марихуаной. Также небольшое количество наркотического средства правоохранители нашли в пустующем доме в деревне Вощанки Кармянского района, куда молодой человек приходил для употребления наркотика. Возбуждено уголовное дело. В Рогачевском районе 39-летний водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz Sprinter и двигаясь по автодороге Кричев-Бобруйск-Кивоцевичи, при встречном разъезде совершил наезд на 68-летнего велосипедиста. Мужчина двигался в попутном направлении, при этом ни он сам, ни его велосипед не были обозначены световозвращателями. В результате наезда велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия. В Гомельском районе оперативники пресекли хищение зерна со склада госпредприятия. Проверка поступившей информации нашла подтверждение. Примерно в час ночи на выезде с территории зернотока совхоза комбината СОЖ были задержаны с поличным два работника хозяйства. Мужчины на личном тракторе, принадлежащем одному из них, пытались вывезти 4 тонны овса. По факту совершения хищения возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Похищенное было возвращено на склад предприятия. На сегодня все. Будьте в курсе происшествий Гомельской области вместе с де-факто и оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Виктория Кебикова – бронзовый призер всемирных военных игр. В состязаниях по боксу гомельчанка добралась до полуфинала весовой категории 75 килограммов, где раздельным решением судей уступила хозяйке ринга китаянки Жень Лю и заняла третье место. Спортивный форум для людей в форме проходит в китайском Ухане. Гомельчане с наградами вернулись с международного турнира по греко-римской борьбе на призы заслуженного тренера Украины Виктора Лозового, который проходил в Белой Церкви. В числе победителей Ян Белявский, Никита Гинц и Глеб Макаренко. Лишь в финальных поединках уступили своим соперникам Егор Новиков, Семен Дойчев, Иван Сувалов и Александр Савицкий. Бронзовые награды привезли Никита Алисейко, Вадим Полеенко и Илья Битеев. В чемпионате Беларуси по гонболу среди женских команд состоялись три поединка. БМТУ «Белас» и «Городничанка» устроили голевую феерию. На двоих команды забросили 80 голов. Победили столичные гонболистки 48-32. Дубль «Политеха» также праздновал победу. Орцор БМТУ-2 был сильнее «Березины». Гомель привез два очка из Бреста. У местного «Бересте» не нашлось аргументов против игры действующего чемпиона. Гости уверенно победили 39-22. Самые результативные в составе «Гомельской дружины» Екатерина Селицкая и Наталья Гесть по пять точных бросков. 26 октября «Гомель» ждет в гости «Городничанку». Хоккейный клуб «Гомель» вновь обыграл юность на своем льду. Как и в предыдущем поединке, который состоялся три дня назад, «Менчане» повели 2-0, отличились «Дроздов» и «Парфиевец». К экватору второго периода усилиями Скоринова и Сушко Рысь и счет сравняли. А за 10 минут до окончания третьего периода вышли вперед. Результативный бросок на счету Жуковского. В концовке юность перешла на игру в шесть полевых и реализовала большинство. Игру в овертайм перевел Стефанович. В дополнительное время команды победителя не выявили, а в серии буллитов точнее были гомельчане. В субботу 26 октября в Жлобине «Гомель» играет с «Металургом». Столивары, кстати, сегодня в Гродно встречаются с Неманом. На этом пока все. С новостями спорта познакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.